Выборы мэра должны быть прерогативой граждан. По мнению авторов законопроекта, депутатов фракции Республика Атаджурд, это поможет назначить на главный пост Бишкека наиболее достойного претендента, по мнению жителей столицы. Правда, выдвигать его будут все равно фракции Горкинеша, но уже с согласия бишкихчан. Для участия в выборах претендент должен собрать 5000 голосов в свою поддержку. Выборы города Бишкека, они назначаются центральной избирательной комиссией одновременно с выборами депутатов Бишкекского городского Горкинеша. То есть в один день этим изменением мы вводим, чтобы горожане могли избрать и представительный орган власти в городе, и исполнительный вид власти. Избранным считается на должность мэра признается кандидат, который набрал наибольшее количество голосов избирателей. То есть мы здесь экономим средства избирателей, не проводим первый тур, второй тур, третий тур, чтобы этого не было. Просто максимальное количество голосов – это очень мировая практика. То есть большинство голосов, кто наибирает, тот и становится мэром. Никаких особых требований к соискателям не будет. Кроме поддержки избирателей, потенциальный мэр должен обладать высшим образованием, не иметь непогашенных судимостей и быть не моложе 35 лет. Знания государственного языка требовать не будут. Эта норма, кстати, вызвала недовольство некоторых народных избранников. Депутаты отметили, что находясь на государственной должности, чиновник обязан владеть кыргызским. Однако авторы закона считают, для должности столичного мэра достаточно уметь изъясняться на кыргызском. Особых знаний, как, например, в случае с выборами президента, здесь не требуется. Я думаю, что Кыргызстану нужны люди, которые умеют работать. Знание госязыка всегда использовалось властимущими, чтобы устранить конкурентов. Что это за критерий такой? Давайте тогда здесь будем сочинения писать. Это просто способ устранить неугодных кандидатов. В Бишкеке примерно 60% это кыргызы. Они и так выберут человека, который говорит на кыргызском. Кстати, горожане, согласно новому закону, смогут не только назначить, но и снять с должности мэра. В проекте прописана процедура отставки. Если горожане останутся недовольны работой чиновника, они должны будут собрать 10 тысяч подписей за отставку городоначальника. Игор Кинеш будет обязан поставить этот вопрос на обсуждение. Эта процедура тоже, кстати, вызвала некоторые споры среди депутатов. Не слишком ли мало 10 тысяч голосов? Это ведь всегда будут скандалы и попытки снять мэра. Оппозиция к мэру всегда будет собирать подписи и вносить этот вопрос. Я считаю, что этот порог нужно увеличить хотя бы до 40-50 тысяч. После обсуждения фракция Республика Атаджурд решила поддержать концепцию закона о прямых выборах мэра. Теперь этот документ будет внесен на общественное обсуждение, а затем вынесен на палату. Как отметил лидер фракции Амурбек Баванов, не исключено, что уже к осенним выборам в городской Кинеш документ уже удастся принять. В таком случае следующий мэр будет избран горожанами, а не депутатами Гуркинеша. Игорь Потанин, Бакыт Кушалиев, НТС.